Здравствуйте! В эфире новости на CBC в студии Медина Гурбанова. В начале, коротко, о главных событиях к этому часу. Лица, упомянутые в резолюциях как военно-пленные, являются обвиняемыми в сепаратизме, совершении умышленных убийств, пыток, терроризма и других преступлений на территории Азербайджана. МИД ответил на антиазербайджанские резолюции парламента Нидерландов. Сегодня годовщина 16-го дня 44-х дневной войны 2020 года. В этот день, 4 года назад, в ходе контрнаступательной операции азербайджанской армии уничтожено большое количество техники и сил противника. Терпящий поражение противник усилил обстрелы гражданской инфраструктуры Азербайджана. Не менее 25 человек погибли из-за израильских ударов по северу сектора Газа. Десятки ранены. Целью авианалета стали несколько многоэтажных домов в густонаселенном районе города Джабалия. 80 лет назад две американские атомные бомбы убили около 120 тысяч жителей Хиросимы и Нагосяки. Современное ядерное оружие обладает намного большей разрушительной мощью. Ядерная война грозит уничтожением нашей цивилизации, заявили в Токио, комментируя присуждение Нобелевской премии мира японской организации, состоящей из выживших в атомных бомбардировках. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Испании Филиппа VI по случаю национального праздника этой страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Тем временем Азербайджан и Испания провели очередной раунд межмидовских политических консультаций. Диалог состоялся накануне в Мадриде. Азербайджанскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Фарис Рзаев, испанскую государственную секретарь по иностранным и глобальным делам Диего Белио Мартинес. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и Испанией в политической, экономической и гуманитарной сферах. В направлении экономического взаимодействия отмечена целесообразность, расширение сотрудничества, диверсификация торговли, поощрение инвестиций, альтернативной энергетики, транспорте, высоких технологиях, АПК и туризме. В рамках консультации азербайджанская сторона проинформировала о подготовке КОП-29, постконфликтной ситуации в регионе, а также о ходе восстановления освобожденных территорий. МИД Азербайджана решительно отверг две резолюции, принятые парламентом Нидерландов 10 октября этого года. В ведомстве назвали неприемлемой поддержку данных предвзятых резолюций министром иностранных дел Нидерландов Каспаром Вильткампом. В частности, министр Нидерландов призвал к освобождению арестованных Азербайджаном представителей бывшего сепаратистского режима и террористов, которые в резолюциях называются военнопленными. Как подчеркнул пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, вызывает сожаление тот факт, что военная оккупация, этническая чистка населения Азербайджана, а также все еще продолжающиеся территориальные претензии Армении к Азербайджану полностью игнорируются в упомянутых документах и заявлениях. Пресс-секретарь также отметил, что лица, упомянутые в резолюциях нидерландской стороны как военнопленные, являются обвиняемыми в совершении сепаратизма, умышленных убийствах, пытках, терроризме и других преступлениях против человечности на территории Азербайджана. Конечно, Азербайджан имеет как право, так и международное обязательство привлечь этих лиц к ответственности в соответствии с международным правом. Поэтому все заявления, сделанные против Азербайджана по данному вопросу, не представляют никакого значения. Дипломат призвал нидерландскую сторону отказаться от односторонней позиции, которые противоречат миру в регионе и создают напряженность в Азербайджанно-Нидерландских отношениях. Ну что ж, предвзятые отношения стран Запада к Азербайджану обсудим с Сергеем Марковым, политологом. Он подключается к нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мирова. И теперь Нидерланды заявили о своем отношении к постконфликтной ситуации, приняв предвзятые резолюции. Заявления МИД Нидерландов вызывают сожаление, о чем свидетельствует позиция этой страны, учитывая, что заявления несут явный проармянский характер и будто написаны под диктовку. Да, действительно, есть несколько причин у этих заявлений. Первое – это работа армянской общины. Она очень влиятельна, и она на протяжении многих лет работала, пыталась сделать позицию многих стран проармянскую. И время от времени им это удается. Первое, как мы знаем, по Франции удалось это сделать, в Соединенных Штатах Америки, и вот в Нидерланды. Там тоже достаточно сильная армянская община. Это первая причина. Вторая причина связана с позицией правящих кругов Нидерландов. Дело в том, что они хотели бы экспансии Запада вообще в мире, в том числе экспансии на Южном Кавказе. А, как известно, Армения сейчас предлагает НАТО, что она станет новым южным влагом НАТО. Армения хотела бы стать членом НАТО. До этого она хотела бы принять ПДЧ, пункт действий по членству НАТО. Подгодовительный такой период, как кандидат в член партии. До этого она хотела бы стать спривилегированным партнером не членов НАТО. И речь идет о возможном размещении авиабаз, так называемых авиабаз подскока в Армении. Чтобы, если полетят побить Иран, то могли воспользоваться этими базами. Например, они прилетят самолеты с юга, отбомбятся там, в том числе на севере. Им нужно будет, поскольку у них бензин будет качаться, им нужен будет аэродром где-то, где они могли бы сесть, дозаправиться, чтобы потом улететь обратно. Вот для этого нужна база подскока на территории Армении. Также они планируют размещение и Армении предлагает эта система противовоздушной обороны. Они оборонять Армению не будут никого там. Они будут, прежде всего, атаковать воздушные объекты на территории Ирана. Но в перспективе на территории России, как они хотели бы. Поскольку Армения явно движется от России на Запад, то на Западе есть такое очевидное встречное движение в пользу Армении. Это вот если говорить о причинах этой резолюции. Что касается общего конфликта по поводу арестованных людей, которые являлись политическими военными лидерами сепаратистского движения в Карабахе, то там противоречие в чем? Ну, сепаратистам обычно говорят, ну, там не очень они хорошие, наверное, но как бы с ними как-то нужно вести диалог. Но проблема сепаратизма в Армении заключается в том, что он действовал с жесточайшими методами. Хорошо известно о том, что были массовые этнические чистки против Азербайджана, особенно по итогу Первой Карабахской войны. Причем эти этнические чистки, они коснулись не только Карабах, но и семи районов вокруг Карабаха. Известно, что для осуществления этих этнических чисток, значит, вот эти лидеры сепаратистов в том числе осуществляли жесточайшие акции против гражданского населения. Среди них наиболее известна вот эта акция Хаджалы, которую до сих пор эту трагедию отмечают в азербайджанской народе. Но это не только Хаджалы. Там были десятки или сотни даже других случаев жесточайшего отношения к гражданским людям азербайджанской национальности. Именно поэтому азербайджанцы уехали. Это же их территория, они там жили, там, в Агдаме, предположим, и было абсолютное большинство. Они ни за что не уехали бы оттуда, если бы не чувствовали, что им не выражает убийство. И вот эти вот массовые убийства гражданского населения с целью организации этнических чисток, но для того, чтобы не было нелояльного населения, чтобы не было партизанского азербайджанского движения, и не были осуществлены лидерами сепаратистов. Ну, ко всем прочим, когда уже была, там устоялась после этих этнических чисток, там продолжались другие акции, в частности, ну, обстрелы какие-то, минирования. Было, так сказать, хищническое отношение к природным ресурсам Карабаха, когда они очень много вывозились за пределы страны, там продавались для того, чтобы вот было, ну, обогащение происходило этих, в том числе этих лидеров сепаратистов. Поэтому я думаю, что азербайджан будет судить этих людей не только за, не столько за сепаратизм, сколько за многочисленные, а другие грубейшие нарушения законов, которые даже не имеют срока давности, которые были совершены этими лидерами сепаратистов, а также вооруженными отрядами под их руководством. Хотелось бы отметить, что Нидерланды не первая страна, выступившая с антиазербайджанскими заявлениями в преддверии важного для Баку события, конференции КОП-29. И необоснованные претензии в целом очень похожи. Как и в Госдепартаменте США, так и в Нидерландах звучат одни и те же заявления. Вот не кажется ли вам, что это спланированная акция с целью оказать давление на Баку? И если да, то зачем? Да, это спланированная акция с целью оказать давление на Баку. Я думаю, план армянской системы, я бы сказал так, потому что в эту армянскую систему входят не только армяне по национальности. Известно, там люди в России, там, не знаю, Владимир Соловьев, там, Максим Юсин, значит, ну, так известные люди, собственно, они не армяне, но, тем не менее, являются частью этой большой армянской системы, которую, например, умер он таким образом и в других странах мира. Они, я думаю, оказывают давление на Баку с целью, чтобы Баку подписал мирный договор на армянских условиях. То есть сейчас Армения предлагает Баку подписать на этом КОП-29, значит, мирный договор, без предварительного исключения из конституции Армении территориальных претензий к Азербайджану, которое выражено в том, что там в преамбуле Конституции ссылка на Декларацию независимости. На Декларацию независимости говорится о необходимости объединения Армении и Карабаха. Это первое. И кроме этого есть минская группа ОБСЕ по Нагорному Карабаху, которая используется Армении, Франции и США как инструмент давления на Азербайджан. И Азербайджан требует ликвидировать эту минскую группу ОБСЕ, поскольку это уже такой политический зомби. Ведь нет, это уже больше Карабахской проблемы. А Армения, США и Франция хотят оставить ее. Вот они требуют, что Азербайджан подписал. Иначе говорят, мы будем бойкотировать этот КОП-29. Вот, я думаю, такой у них план заговора, можно сказать, против мирового климата. Потому что КОП-29 же не в интересах Азербайджана проходит. Он проходит в интересах окружающей среды. Чтобы планета была здоровой, чтобы здесь у нас не было глобальное потепление, все-все загрязнение и все прочее. Вот так эта система армянская участвует в загоре против мирового климата. Да, получается так. Весьма нелогично. Но, как мы видим, это суровая реальность. Вот также страны, которые позиционируют себя как потенциальные посредники для проведения диалога между Баку и Ереваном больше не скрывают своего истинного отношения к ситуации. А как мы знаем, посредники должны быть нейтральными. Вот как могут развиваться отношения Баку с этими странами, а конкретно США и Нидерландами в дальнейшем, учитывая вот эти заявления и их отношения к ситуации? Я думаю, что отношения Азербайджана с Соединенными Штатами Америки, с Нидерландами и с некоторыми другими, я думаю, европейскими странами, я пойду по такому же треку, по которому, как используя дипломатический язык, по которому они идут сейчас с Францией. То есть США и Нидерланды находятся вот на том же пути, по которым идет Франция. Просто Франция ушла дальше, а США и Нидерланды идут вслед за ними. То есть это будут как-то совместные заявления, какие-то, так сказать, ограничения. Вот Азербайджан уже принял решение заблокировать работу USAID. USAID — это американское государственное агентство по международному развитию, но там главное то, что у него 95% — это не их собственная работа, это их финансирование. Поэтому если Азербайджан заблокирует работу тех, кто получает гранты USAID, то это будет означать, что заблокирована работа, ну, большей части американских структур, организаций, которые не называют неправительственными, а в мире вообще их называют не неправительственными, такого рода организации, которые получают финансированный тип USAID, в мире называют ГОНГА. То есть это по-английски означает ГОНГАНАЙСНО, ГОНГАНОСТООРГНИЗАЩИНО. То есть организованная государством неправительственная, организованная правительственная, неправительственная организация. Вот такого рода организации, я думаю, Азербайджан будет постепенно отсекать, если они будут французские, американские, нидерландские. И они по-прежнему будут пытаться блокировать Азербайджан в Совете Европы. И там, конечно, честно, неприлично действует. Парламентская Ассамблея Совета Европы, где не утверждают Азербайджанскую делегацию, я был на протяжении многих лет членом Российской парламентской Ассамблеи Совета Европы. И мы заседали вместе с азербайджанскими делегатами, а с турецкими даже, вот от партии Эрдогана, мы заседали в одной группе. У нас была такая, вот как бы одна политическая группа. И, кстати, как ни странно, с британскими консерваторами. Значит, я выступал часто от имени Единой России, турецкой партии Эрдогана и британской консервативной партии. Там на заседании. Так вот, эта парламентская Ассамблея Совета Европы, его главный смысл существования – это диалог между различными странами. И когда кто-то, значит, парализует, блокирует, как бы официальный статус делегации, тем самым он срывает диалог и срывает вообще работу. Эта парламентская Ассамблея Совета Европы, она теряет смысл ее существования. Я, кстати, думаю, что они там доиграются, в этой парламентской Ассамблее Совета Европы. Дело в том, что в Европарламенте, там сейчас очень многие точат ножи для того, чтобы прирезать эту парламентскую Ассамблею Совета Европы. Говорят, какой смысл там вообще заседать, там большинство стран – это страны Евросоюза, только бюджеты зря тратим. И вот блокирование работы России, теперь Азербайджана, оно может внезапно привести к тому, что Евросоюз примут решение просто сэкономить бюджет и убрать вообще парламентскую Ассамблею Совета Европы. Так вот они могут доиграться по своей собственной глупости и агрессивности. Но это тот путь, которым они поймут. Отмечу еще, что кроме проармянских настроений, почему это принимается, есть еще ярко выражено, конечно, настроение тюркофобские и исламофобские, которые есть у многих политических партий, ну и в широком смысле движения. Ну, в широком смысле в обществе этих европейских стран. Они тоже, конечно, проявляются в этой азербайджанской фобской политике. Условно говоря, Турция, поскольку она член НАТО, слишком сильная, они ненавидят Турцию, хотели бы что-то против Турции принять, но не могут побаиваться против Турции и решать, давайте-ка мы против Азербайджана принять. Поэтому такой фактор тоже присутствует. К сожалению, это так. Большое вам спасибо, что подключались к нам. На прямой связи с нашей студией был Сергей Марков, политолог. Продолжаем. 12 октября 2020 года, на 16 день Второй Карабахской войны, в интервью турецкому телеканалу Heber Global президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что все разрушенные территории будут восстановлены. В интервью глава государства также рассказал о выпиющем военном преступлении властей Армении, обстреле города Гянджа, находящегося вдалеке от зоны боевых действий ракетами Точка-У, в результате которого погибли и получили ранения гражданские лица. 12 октября 2020 года, на 16 день 44-х дневной Отечественной войны, которая завершилась победой Азербайджана и освобождением от оккупации земель, азербайджанская армия уничтожила большое количество военной техники вооруженных сил Армении. Президент Азербайджана, верховный главнокомандующий вооруженными силами страны Ильхам Алиев дал в этот день интервью трецкому телеканалу Heber Global, в котором рассказал об родливом лице армянского фашизма, взявшего на прицел мирных людей. О деятельности армянских диаспорских организаций за рубежом, главной целью которых является очернение Азербайджана, распространение лжи о стране и, таким образом, подрыв имиджа Баку. Армянские диаспорские организации и их покровители, мировое армянство развязали информационную войну против Азербайджана и связи с последними боями. Как результат, сегодня в мировой печати во многих случаях публикуется искаженная информация. Поэтому мы должны прилагать большие усилия для доведения азербайджанских реалий до мировой общественности. В этом плане хочу выразить особую признательность представителям турецкой печати, так как ведущие телеканалы, другие медиа-органы Турции, можно сказать, ежедневно, днём и ночью доводят до мера правду об этом конфликте. Можно сказать, сразу после введения режима прекращения огня, Армения продолжила свои гнусные действия. Мы на некоторое время остановились, потому что мы верны своему слову. Азербайджанская армия на 16-й день боевых действий сохраняла оперативные преимущества по всему фронту. Подразделения вооружённых сил Армении несколько раз предпринимали попытку атаковать позиции азербайджанской армии небольшими группами в Ахдары-Ахдамском и Физуле-Джебраильском направлениях с целью вернуть утраченные позиции. В результате проведённых боевых действий большое количество живой силы противника, а также три реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», один танк Т-72, несколько единиц автомобильной техники были уничтожены и выведены из строя на разных направлениях фронта. В ходе боевых операций начальник артиллерии 9-го полка вооружённых сил Армении вместе с подразделением, находящимся в его подчинении, отступил с Гадрутского направления, а личный состав 5-го батальона полка, оставив закреплённую за ним боёную технику на боевых позициях, бежал. В результате артиллерийского удара в направлении населённого пункта Грмызы-Базар был уничтожен на подземное убежище противника. Как заявил в интервью Хабар Глобал, президент Ильхам Алиев, пришло время работать над планами развития освобождённых территорий. Глава государства подчеркнул, что будет подготовлено планирование, чтобы население Азербайджана вернулось в эти регионы и в максимально короткий срок разместилось там. Мы построим там не только крыши, мы построим там целые города, мы вернём туда жизнь, мы восстановим все разрушенные места. Сегодня они находятся под контролем нашей армии. Некоторые, освобождённые от оккупации земли, уже посещают представители наших СМИ. В других местах военнослужащие сами снимают видеокадры, видят, что там нет ни одного уцелевшего здания. То есть, это действия фашистов. Мир должен увидеть и увидит это. Посмотрите, в каком состоянии находятся сегодня Агдам, Физули. Они разрушили все наши сёла. Сделали так, чтобы азербайджанцы больше никогда не вернулись туда. Не могли вернуться. Но они не знают воли азербайджанского народа. Мы отстроили Джорджук-Маржанлы примерно за 8 месяцев. Село, которое мы освободили от оккупации в 2016 году, отстроили за 6, 7, 8 месяцев. Сегодня там живут люди. Есть и газ, и вода, и электричество, и мечеть, и больница, и школа, и дома. Всё. 12 октября 2020 года вооружённые силы Армении грубо нарушили основные нормы и принципы Женевских конвенций 1949 года и требования режима гуманитарного перемирия, объявленного с 12.00 10 октября. Продолжили террористические действия против мирного гражданского населения Азербайджана. Осознав свою беспомощность в зоне боевых действий, вооружённые силы Армении утром 12 октября подвергли интенсивному ракетному и артиллерийскому обстрелу Тертэрский, Ахдамский и Гюрамбойские районы с различных направлений. В результате был нанесён большой ущерб жилому комплексу для вынужденных переселенцев в Тертэре. В соответствии с планом подготовки на 2024 год, ракетно-артиллерийские подразделения Азербайджана сухопутных войск выполнили огневые задачи. Об этом сообщает оборонное ведомство страны. Подразделения были выведены из пунктов постоянной дислокации в районное сосредоточение и заняли огневые позиции. В ходе учений, проведённых в соответствии с условиями реального боя, были выполнены задачи по обнаружению и уничтожению цели условного противника. Основной целью проведения учений является совершенствование управленческих навыков командиров ракетно-артиллерийских подразделений, повышение знаний и умений военнослужащих, а также планирование деятельности в ходе боевых операций и развитие взаимодействия с другими видами войск. По другим темам, по меньшей мере 20 шахтёров убитые, ещё 7 получили ранения в результате вооружённого нападения неизвестных на угольной шахте в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. Около 40 вооружённых лиц ворвались накануне в жилые помещения на угольной шахте в районе Дуки, окружили рабочих и открыли по ним огонь. Пока ни одна повстанческая группировка не взяла на себя ответственность за гибель шахтёров. Однако одной из крупнейших террористических организаций в регионе является армия освобождения Белуджистана. В августе в результате нападения на железнодорожный мост и шоссе, соединяющая Белуджистан с остальной частью Пакистана, погибло более 70 человек. Провинция Белуджистан, богатая полезными ископаемыми, граничит с Афганистаном и Ираном. Среди погибших в шахте были четверо граждан Афганистана. СМИ напоминают, что террористический акт произошёл в преддверии проведения в Асламабаде саммита Шанхайской организации сотрудничества. О ситуации на Ближнем Востоке. Не менее 25 человек погибли из-за израильских ударов по северу сектора Газа. Десятки ранены. Об этом сообщает агентство ВАФА. По его информации, целью авианалёта стали несколько многоэтажных домов в густонаселённом районе города Джабалия. 22 человека, среди которых есть женщины, дети и старики погибли. Ещё 30 ранены. А 14 человек до сих пор числятся пропавшими без вести под завалами, сообщает агентство. В соседнем городе Газа по меньшей мере три человека погибли и ещё несколько получили ранения после того, как израильские военные разбомбили дом в районе Альтуфа. Мировое сообщество осудило нападение Израиля на миротворческие силы ООН в Ливане, в результате которого было ранено два миротворца. Ряд стран назвали случившееся военным преступлением. В числе прочих выступил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Израиль открыл огонь по смотровой башне, расположенной на главной базе миротворческих сил ООН в Ливане. В результате атаки два солдата получили ранения. Один из них сейчас находится в тяжёлом состоянии. В заявлении ООН говорится, что пострадавшие миротворцы упали с башни в городе Эннакура после того, как по ней выстрелил танк «Меркава» израильского производства. Сообщается, что израильские военные нанесли удары и по другим позициям миротворческих сил ООН в Ливане, в результате которых были повреждены транспортные средства и системы связи. И генеральный секретарь ООН вместе с мировыми державами осудил произошедшее. «Двое раненых солдат были индонезийцами. Они были из Асиан. Я осуждаю тот факт, что была стрельба по помещениям ООН, в результате которой были ранены два миротворца, что является нарушением международного гуманитарного права. Миротворцы должны быть защищены всеми сторонами конфликта. И то, что произошло, очевидно, заслуживает осуждения. Естественно, многие стороны отреагировали солидарно с ранеными миротворцами, которые очень чётко заявили Израилю, что этот инцидент недопустим и не может повториться». В организации отметили, что любое преднамеренное нападение на миротворцев ООН является серьёзным нарушением международного гуманитарного права и резолюции 1701 Совета безопасности, которая была принята в 2006 году с целью положить конец с военным действием между Израилем и движением Хезболла. Произошедшее может привести к расследованию военных преступлений и судебному преследованию израильского правительства и военных. В свою очередь, Израиль случившееся не комментирует. Нападение Израиля на временные силы ООН в Ливане является преступлением, осуждаемым нами, и направлено против международного сообщества, чья неприкосновенность нарушается и существование которого находится под угрозой из-за нападения на силы безопасности ООН. Министерство обороны Израиля и начальник генштаба официально дадут нам объяснение, объяснив мотивы произошедшего, потому что это не было ошибкой и случайностью. Нам нужно получить официальное, реальное объяснение как можно скорее. Миротворческие силы ООН в Ливане размещены вдоль демаркационной линии для наблюдения за боевыми действиями. 6 октября стало известно, что миротворческая миссия отвергла предложение Израиля переместить своих солдат из зоны на юге Ливана, где Цахал воюет с боевиками движения Хезбулла. В организации это посчитали совершенно неприемлемым, поскольку задачей миротворцев является защищать гражданское население в ситуации войны. Гюльнур Самедова, Сибиси. Градус напряженности в преддверии президентских выборов в США продолжает расти. Пока демократы стараются приблизиться к золотой середине, обещая конкурентам участие в двухпартийном совете, республиканцы не склонны идти на уступки в миграционной политике, призывая к расширению смертной казни в отношении приезжих. Американская компания ActiveVoid опубликовала результаты опроса, согласно которым бывший президент США Дональд Трамп, опережает вице-президента Камалу Харрис на 1,2%. Президентские выборы в ноябре обещают быть непредсказуемыми, так как определенного фаворита у избирателей нет. Дабы заручиться поддержкой большего числа американцев, кандидат на пост президента США демократической партии Камала Харрис выразила готовность создать двухпартийную структуру политических консультантов. По ее словам, это поможет сохранить уровень демократии в США. «Я решила не только ввести республиканцев в свой кабинет, но и хочу создать некую структуру, основанную на следующем. Я люблю хорошие идеи, откуда бы они ни сходили. И поэтому часть того, что я намерена сделать, это создать двухпартийный совет консультантов, который затем сможет давать отзывы о политике. Потому что я также понимаю и твердо убеждена в том, что для того, чтобы Америка сохранила свой статус сильнейшей демократии в мире, нам нужна здоровая двухпартийная система». Тем временем, экс-президент США Дональд Трамп даже не пытается искать компромиссные варианты со своими конкурентами. Напротив, он ужесточил риторику в отношении мигрантов, пообещав начать самую масштабную операцию по депортации в истории США. В своём выступлении на предвыборном митинге в штате Колорадо кандидат в президент республиканской партии выступал на фоне фотографий мигрантов, предположительно состоящих в венесуэльской преступной банде Трен де Арагуа. Участников этой группировки обвиняют в совершении более ста уголовных преступлений в штатах Иллинойс, Индиана и Колорадо. «Мы начнём крупнейшую операцию по депортации в истории Соединённых Штатов. Мы закроем границу, мы остановим вторжение нелегалов в нашу страну, мы будем защищать нашу территорию, мы не дадим себя завоевать, мы восстановим наш суверенитет и Колорадо проголосует за Трампа в знак протеста и подаст сигнал всему миру, что мы больше не собираемся этого терпеть. В случае же, если они вернутся в нашу страну, для них это автоматически будет означать десятилетнее тюремное заключение без возможности условно-досрочного освобождения. И я призываю к смертной казни для любого мигранта, который убьёт американского гражданина или сотрудника правоохранительных органов». Обеспокоенность Трампа вопросами безопасности проявляется и в отношении самого себя. Принимая во внимание неоднократные покушения на свою жизнь, Трамп усилил собственную охрану. Отныне экс-президент выступает лишь за бронированным стеклом. Вдобавок, команда политика запросила у Минобороны США военный самолёт для передвижения Трампа, аргументировав это возможным нападением на кандидата со стороны Ирана. В связи с этим действующий президент Джо Байден отдал Минобороны США распоряжение содействовать обеспечению безопасности своего предшественника Дональда Трампа в такой степени, как если бы тот был действующим главой государства. Абухай Джафарова, Сибиси. Нобелевская премия мира 2024 года вручена японскому движению Нихон Хидангкё. Организация занимается тем, что на примере истории жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки многие годы рассказывает миру об опасности ядерного оружия. Новость о присуждении премии мира. Японской организации в стране восходящего солнца встретили очень эмоционально. Ядерное оружие – это не просто оружие массового поражения, это оружие массовых страданий. Такое заявление сделал представитель ассоциации Нихон Хидангкё после присуждения Нобелевской премии мира 2024 года группе людей, переживших атомную бомбардировку в японских Хиросиме и Нагасаки в 1945 году. Люди, объединившиеся в этой организации, на протяжении десятилетий делятся своими воспоминаниями и проводят образовательные кампании по всему миру, демонстрируя, что такие разрушительные силы не должны быть использованы снова. Представитель Нобелевского комитета, объявляя премию, отметил, что Нихон Хидангкё несла значительный вклад в достижение международного ядерного табу. Организация неустанно выступает за мир без ядерного арсенала в то время, когда ядерные державы наращивают свой ядерный потенциал и совершенствуют оружие. В следующем году исполнится 80 лет с того момента, когда две американские атомные бомбы убили около 120 тысяч жителей Хиросимы и Нагасаки. Сопоставимое количество людей погибло от ожогов и облучения в последующие месяцы и годы. Современная ядерная оружие обладает намного большей разрушительной мощью. Оно способно убить миллионы людей и катастрофически повлиять на климат. Ядерная война грозит уничтожением нашей цивилизации. Новость о присуждении Нобелевской премии мира Нихон Хинданкё в Японии встретили со слезами на глазах и большой радостью. Сопредседатель японской группы, выживших после атомной бомбардировки, подчеркнул, что организация обратится к миру с призывами об отмене ядерного оружия и достижения вечного мира. Жители Токио также выражают благодарность Нобелевскому комитету и считают, что присуждение премии мира Японии ещё больше повысит глобальную осведомлённость о мире. Они – группа людей, передающих послания всему миру. Поэтому я как японка считаю, что это действительно замечательно и могу только выразить свою благодарность тем, кто присудил Нобелевскую премию мира Японии. Простите, я не могу удержать слёзы. «Как японец я очень рад, что они, Нихон Хинданкё, получили Нобелевскую премию мира. Я надеюсь, что это ещё больше повысит глобальную осведомлённость о мире». «Я думаю, что есть много людей, которые не до конца понимают, что такое атомная бомба. Поэтому я считаю, что Япония должна сделать всё возможное, чтобы повысить осведомлённость об этом. Я надеюсь, что получение международной награды поможет нам ещё больше распространить эту идею». Решение честовать Нихон Хинданкё получило поддержку от мировых лидеров и международных организаций. Премьер-министр Японии Сигеру Исиба поздравил японскую организацию и отметил чрезвычайную важность их победы. «Это признание многолетних усилий организации, посвятившей себя ликвидации ядерного оружия», – подчеркнул он. «В Организации объединённых наций также отметили значимость этой награды и указали на то, что сегодня ядерная война не может быть снова развязана». «Сегодня нет абсолютно никакой возможности вести войну с помощью ядерного оружия. Мы видели последствия применения бомбы во Второй мировой войне. Сейчас у нас есть оружие, которое во много раз мощнее того, что было применено в Хиросиме и Нагасаки. И я думаю, что работа японского движения, направленная на борьбу против, я даже не говорю о вероятности, но даже против самой идеи, что такая война может быть снова развязана, является абсолютно критической. И именно поэтому я считаю, что эта Нобелевская премия мира так важна сегодня». Эксперты отмечают, что в настоящее время международное сообщество озабочено рисками ядерного конфликта. Это вызывает большие опасения во всём мире. Вся система контроля над ядерным вооружением, которая была выстроена за последние 60 лет, прежде всего между Россией и США и с участием многих других стран, развалилась. «Эти люди – последние оставшиеся в живых, которые были свидетелями применения ядерного оружия в 1945 году. Поэтому они знают, что произойдёт, если вдруг такое вновь повторится. А другие забыли о том, что может произойти. Они не знают и не понимают, какие ужасные разрушения вызывает это оружие и какие бесчеловечные последствия оно имеет. Я думаю, что это напоминание человечеству, а также тем странам, которые обладают ядерным оружием, что им действительно необходимо действовать сообща и активизировать многостороннее ядерное разоружение». Выбор Нобелевского комитета в этом году подчеркнул возросшую важность ядерной тематики в современной политике и напоминает о страшных последствиях пока что единственного применения ядерного оружия в истории. Пока весь мир размышляет о лауреате этого года, послание японской организации остаётся ясным. Уроки прошлого должны вести нас к более мирному и безопасному будущему, в котором ужасы ядерной войны станут достоянием истории и никогда не повторятся. Ущерб, нанесённый ураганом Милтон, оценивается примерно в 50 миллиардов долларов. Об этом сообщил президент США Джо Байден, который отправился во Флориду, чтобы на месте ознакомиться с масштабами разрушений. В центре внимания американских властей сейчас восстановление электроснабжения и разбор завалов. Милтон – это уже третий мощный ураган, обрушившийся на штат Флорида за последние три месяца, заявил президент США Джо Байден. По словам американского лидера, ущерб, нанесённый Милтоном и его последствиями, можно оценить примерно в 50 миллиардов долларов. Байден отметил, что правительство готово предоставить все необходимые ресурсы для борьбы с последствиями стихийного бедствия. «По ценам экспертов, только от урагана Милтон ущерб составил около 50 миллиардов долларов. Заметьте, только от одного урагана – 50 миллиардов долларов. Мы собираемся ехать в Конгресс. Нам понадобится много помощи. Нам понадобится гораздо больше денег, когда мы точно определим, сколько нужно». Ураган Милтон унёс жизни по меньшей мере 16 человек. В экстренные службы штата поступило свыше 100 вызовов в связи с пожарами, падением деревьев и полученными травмами. Из-за урагана США были отменены и задержаны более 3000 авиарейсов. В некоторых частях Лориды была приостановлена работа экстренных служб. Жители штата описывают случившееся как двойную катастрофу. Некоторые из самых разрушительных последствий урагана произошли на расстоянии более 160 километров вдоль восточного побережья штата. «Я видел, как затапливало дорогу, но чтобы настолько. И такой ущерб, я имею в виду, это было мощно. Когда он пришёл и ударил в сторону трейлеров, это было похоже на звук авианосца, даже не авианосца, а приближающегося самолёта. И это просто потрясло всё здание». «Наши защитные двери выдержали, но, к сожалению, внутрь попала вода. Наверное, на 4-6 дюймов. Многих наших соседей в итоге вынесло задние двери, и поэтому их первые этажи были затоплены. Так что большинство квартир здесь пережили второй ураган – ураган Милтон. К счастью, у нас всё было заколочено досками, поэтому мы не получили слишком большого ущерба. Но у нас несло крышу, и у нескольких наших соседей тоже нет крыш. «Всё исчезло. Единственное, что уцелело, это основная часть ресторана, первый этаж упаковочного цеха и флагшток. Флаг развивается приспущенно в память обо всех, кто погиб, и о всём уничтоженном, над чем мы так усердно трудились. Мы надеемся вернуть всё как можно скорее. Мы молимся о Божьей помощи и ждём помощи от руководства в это трудное время. Вы можете оглянуться и увидеть, что то, что здесь произошло, было довольно безумным, и мы не знаем, что будет дальше». Ураган Милтон обрушился на Флориду вечером 9 октября. Изначально ему присвоили пятую категорию сложности, однако позже её снизили до третьей. По предварительной информации, в результате урагана было разрушено не менее 125 домов. Хотя Милтон не спровоцировал катастрофический подъём уровня морской воды, которого опасались в Соединённых Штатах, операция по очистке может занять несколько недель и даже месяцев. Губернатор Флориды Рон де Санти заявил, что хотя штату удалось избежать худшего сценария, ущерб всё равно остаётся значительным. Всего двумя неделями раньше, 26 сентября, на Флориду обрушился другой разрушительный ураган «Хеллен». Он прошёл по юго-востоку США, сильнее всего ударив по северной и южной Каролине – Джорджии, Тенессии, Вирджинии и Кентуккии. В результате погибли по меньшей мере 230 человек, что сделало ураган одним из самых смертоносных в истории США. Ущерб от «Хеллен» составил по меньшей мере 190 миллиардов долларов. И на этом наш выпуск завершён. Оставайтесь с телеканалом CBC и слушайте нас на CBC-FM. Всего вам доброго и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова